В нашей клинике успешно решается такая проблема, как удаление и диагностика доброкачественных новообразований кожи. К ним относятся всем известны папилломы, икератомы, родинки или невусы, как их называют по-научному. То есть эти новообразования, которые представляют, скажем так, с одной стороны эстетический дискомфорт пациенту, а в некоторых случаях могут представлять какую-либо потенциальную опасность в смысле перерождения в какое-то более неприятное новообразование. Для того, чтобы безопасно и правильно удалить новообразование, необходимо сначала провести его диагностику, посмотреть дерматоскоп. Тут, конечно, очень важен опыт врача, который проводит эту процедуру. Глаз пока что самый главный инструмент диагностики новообразования. Собрать анамнез, а потом уже принимать решение об удалении новообразования. Каким бы доброкачественным новообразования не являлось, все равно надо обязательно проводить последующий гистологический контроль. Для пациентов желательно помнить, что вот в тех местах, где у вас расположены родинки или папилломы, в тех местах, где эти родинки или папилломы постоянно травмируются, трутся. Это может быть волосистая часть головы. Во время причесок, стрижек, укладок задевается расческой кровит, либо цепочка, которая натирает вам родинку, либо какие-то швы подмышкой. В этих местах лучше новообразование просто удалить. Даже не из эстетических соображений, а из тех соображений, чтобы оно не травмировалось и чтобы не было провокации и вероятности перерождения. В нашей клинике для удаления новообразования используется радиоволновой метод. Это такой метод, который пришел на смену электрокоагуляции. Он более тонкий, более совершенный. И его преимущество в том, что с одной стороны остаются неповрежденными удаленные ткани, и они могут потом полностью подвергнуться гистологическому контролю. А с другой стороны, минимальное прогревание поверхности кожи, с которой удаляется новообразование. И за счет этого происходит очень незаметное рубцевание. И часто через несколько месяцев уже невозможно найти место, где находилась родинка или папиллома удаленная.